Эту работу как-то не так. Но сегодня уже надо, чтобы эту работу хоть как-то уже делали. Потому что я не отвечаю на WhatsApp, бывает по 3-4 дня, потому что я не хочу просто даже видеть эти сообщения. Потому что мозг просто кипит. Каждый человек, который пишет, он думает, что я его помню. Помните у меня вот проблемы? Я коротко, я короче скролли 5 минут. И ты пока вспоминаешь, мозг просто в какой-то момент отказывается. В такие моменты я убираю телефон на 3-4 дня, я ухожу в баню, как бы выгружаясь, потом только начинаю в нормальном эмоциональном состоянии отвечать. И чтобы не было, извините, пожалуйста. Чтоб не перекладывать свои какие-то проблемы туда. Человек приходит выгрузиться, а ты начинаешь его грузить. Эго. Обратной стороны положительного эго нету никакого. Я просто читала в книге Синяльникова «Люби в больницу». Там написано, что эго есть такое и такое. Это когда я выше кого-то. Когда я выше кого-то. Эгоист. Вот вообще, смотрите, в психологии есть такая графа, табличка. И здесь положительные эмоции, а здесь негативные эмоции. И многие психологи, они начинают спорить, что там страх он положительный, страх негативный, эго положительное, эго отрицательное. То есть это, скорее всего, что-то вроде стусерии. И начинают антипод искать каждой эмоции. И очень много от этого споров. Начинают приводить каждый свои кейсы какие-то. Но знаете, что упрощает? Когда вмешивается когда-то сюда любовь. Все, что из любви, оно положительное. Все, что из страха, оно негативное. И тогда вот эти все споры, они сразу уходят. Сразу все заканчивается. Пример, стройка, допустим, да? Я не знаю, здесь строитель есть? Стройка, короче, вот человек... Больше всего, да. Человек ходит по стройке, допустим, рабочих, ты видишь, он ходит без каски. В принципе, из техника безопасности, по которой нельзя на стройке так ходить. И какой-то сотрудник пишет заявление на него, что вот такой-то, такой-то, в это время ходил без каски. Это хорошая поступка или плохая? Хорошая. Хорошая. А если я хочу его должность? Ага. Это все зависит от твоего намерения. Это от твоего намерения, да. То есть, если я исхожу из любви, я реально переживаю за то, что просто кирпич на голову упадет, и он умрет, или я хочу его подставить и забрать его должность? Только вот любовь или страх? И оно все укус. Это понятно. Гордыня. Способов их есть несколько. И по нарастающим будет, вот чем дальше, вот чем способ, вот первый, он самый легкий, это верхний такой уровень осознанности. Вот это слово. Верхний уровень осознанности, такой самый такой начальный, да. Это когда тебя начинают нагибать. Когда тебя начинает принижать тренер. Видели, там бывают тренинги лично с навросом, да ты говно, ты никто, тебя начнет чмырить, чмырить. Это гордыню подавляет. У Алишера Ильбаева был тренинг, он назывался «Ты говно», по-моему. Слышали, не слышали? Я присутствовал один раз на кемэпе, и он там кто-то начал, и он одного зачморил, второго, я думаю, если до меня дойдет, мы его убить или что, ну, как вообще это терпеть? Потому что он чмырит так, что он мог, это, очень сложно устоять, чтобы, ну, как-то не ответить. Потом он сказал, знаете, у меня уже там сколько-то детей родилось, я очень добрый стал, я тренинг больше не веду. Я думаю, фу, слава Богу. То есть, принизить себя, ты можешь принизить себя сам. Когда ты думаешь, я крутой, ты можешь сказать, что, ну, там, ты обычный, успокойся, там, и, да, и, да, и себя там принизить. Смотри, у тебя вот здесь не так, там не так, твое вот. Но в этом способе принижение, когда ты себя принижаешь, знаете, какой минус? Очень сложно отличить, когда уже хватит, и когда уже ты пошел сам себя вот просто убивать. Что ты себя не прооцениваешь. Когда ты свою самозырку уже передаешь, ты такой, ты уже как-то, ну, что-то я не очень. И все, и тут мне увесили мысление о себе. Нет, нет, это, вот, смотри, когда ты себя принижаешь, получается потом, в общем, смотри, любая негативная эмоция, она деструктивная. И вначале, когда она еще легко проходит, с иронией, но когда ты в это поверишь, тогда уже выйдет из этого очень сложно. Почему так происходит? Почему человек самостоятельно не может выйти из негатива? Вот ты, замечательно, в агрессию впадаешь, или на кого-то обижаешься, и ты не можешь потом забыть. Ты годами ходишь, вот сволочь там, он меня, да, а я этот, я же тебе помогал, а ты мне, почему ты ко мне так относишься? И ты в этом живешь постоянно. Почему? Потому что любая твоя эмоция, или слово, которое ты произносишь, это программа на ближайшие 40 дней. Вот ты один раз сказал, жизнь говно. 40 дней жизнь говно. На 10-й день ты говоришь, я же говорил, жизнь говно. Я чувствую, вот, вот, какая. И на тебя вот просто наваливается, как снежную комнату, ты обрастаешь вот этим говном, или отсутствием денег, то есть ты говоришь, денег нет, а вообще из лексикона своего вот это уберите, денег нет, уберите просто. Я думал, честно, я думал, для красного словца это я раньше... А чем замените? Там, знаете, как говорят, деньги в пути, там, чем... А не направили, что другие цели? Ну, смотрите, мы не можем сказать, мы говорим, что денег нет, знаете, в каких случаях, когда у нас долг просят? В основном. Займливаем, ты говоришь, нет. У меня нет денег. Ты можешь сказать, я просто не дам. Но наш советский человек не может так сказать, потому что нам надо быть хорошим. И мы говорим, у меня нет. А если же нам грузит? Сейчас, подожди, мы до жены дойдем, там вообще все отдай. Жене все отдай. Возьми на реманку, все отдай, все будет хорошо. Я не говорю, что отберучили все мало. А, это, знаете, это период, когда я зарабатывал очень мало, да? У меня есть товарищ, он говорит, пойдем, я тебя познакомлю с человеком. Для меня он был нереально просто каким-то, я не знаю, Ричардом Брэнсом он для меня тогда был, наверное, казахским. Мы пришли, мы сидели в шашлычной, и он говорит, рассказывает историю, представляешь, дал жене 2000 долларов, она истратила. Мы сидим так, а для меня 2000 долларов дать жене, это, ну, в тот момент было какая-то, я вот, меня, меня же подташливает. Я говорю, что, вот, я потом дал три, она истратила. Дал семь, она истратила. Я на него смотрю, о чем это говорит? Я на него смотрю, думаю, бля, я говорю, я не знаю, надо больше зарабатывать. И я тогда на него смотрю, думаю, вот я тогда не понял, кто из нас дурак. Я на него смотрел, и для меня было это очень удивительно. Он не думает, как уменьшить расходы, он думает, ну, значит, надо больше мне. Он на расширение какое-то. Но тогда, с моего понимания, это было, ну, это прозвучало, знаете, как... А как же с точки зрения финансовая грамотность? Сейчас, сейчас, подождите. Надо мужу рассказать это. Сейчас чуть-чуть потерпите, ладно, сейчас все зайдется, чуть-чуть потерпите. Второй момент в борьбе с сегом, это когда... Хопа лопа, начитали? Да, да. Когда ты через благодарность, когда ты видишь человека, который ниже тебя, ты начинаешь его благодарить. Как только у тебя всклинулось, да, нищеброд, а, там, ну, тупой, там, ну, какие-то такие оценочные суждения у тебя сглывают, ты говоришь, я благодарен тебе за то, что ты, и начинаешь его восхвалять. И у тебя потихоньку это все вот оседает. А вот это пусть так благодарность, ты даже мужа благодаришь, так благодарен тебе за то, что ты показал, как не стоит себя вести. Да, да. Ты должен вытащить максимальные уроки, которые тебе дало это все. Пожелую. Ты начинаешь себя захватывать. Ты начинаешь восхвалять человека, его благодарить и любить. Это наивысшая степень осознанности, которая должна быть. У меня так получилось всего один раз. Вот смотри, давайте прямо кейс расскажу. Едем в бегу вот сюда. Я замечаю, что у меня гордыня, когда меня начинают все подрезать. Я когда на дороге веду себя как дебил, мне кажется, что все эти, а я Д'Артаньян один, я понимаю, что у меня эго мое зашкаливает. Я останавливаю машину где-нибудь, сижу, дышу и начинаю, ну, как-то, дышу ситуацией, которая у меня происходит. Это помогало. А тут я дышу и мне не помогает. Меня все подрезают. Я уже в правом ряду еду 40 километров в час, и кто-то выйдет, кто-то заедет. И все. Мы ездили, как доехали до Меги, зашли в этот фудкор и хаки с этим коктейлем молочным детям. Я стою в очереди, и по мне едет детская коляска. Она не на ногу наехала. Я стоял, сзади была колонна, да, и она ехала с коляской, и ничего лучшего не нашла, как поставить колеса мне на колени, так, боком. И по мне она вот поехала. Но я же в этот момент начинаю отходить, и то есть вот эти колеса, они прям по штанине идут, да, вот. Две штанины просто. Я повернулся, там стоит девочка лет 19, не знаю, может, 20, и мальчик где-то 21-22 года. Девочку, видимо, никогда не били, потому что это же, это произошло же не за один раз, да. То есть я ехал раздраженно, и меня, я не понимал, что происходит. И тут она по мне едет. Я поворачиваюсь, на нее смотрю, у меня глаза кровью налитые, она не понимает, она вот, ну, она как стояла, ну, типа, короче, под весом. А мальчик понимает, что будут бить. И он делает вот так. Пропустите. А я думаю, ну, это же дети, ну, что это бить? Я отошел, и они проехали. Я думаю, что со мной не так, да? Почему по мне ездят колясками, по мне уже ездят? Я думаю, что такого, ну, что такого я насоздавал, что по мне вот так все ездят? Потом мне дали вот эту пищалку, вот эту, говорят, я пришел за столик, сел, и вот эта фигня запищала. Стою в очередь на выдачу, передо мной стоит девочка, очередь, там человек 10 передо мной. И мы стоим, я все думаю, что с этой коляской, меня вот с коляской не могу опустить, да. Стою внусь-внусь, теперь мы подходим уже к этому, а внутреннее раздражение есть. Бывает же, ты раздражен, тебе все бесит, но ты как-то вот стараешься держать, да. Девочка берет свой заказ, уходит, я вижу свои коктейли, они вот так, я думаю, сейчас я сделаю шаг и их возьму. Я начинаю шагать, и вот на полшага я останавливаюсь, потому что передо мной коляска с мусором вот такая. Вот эта меговская зеленая, вот просто вот так, я не знаю, что он там подметал. Я думаю, это же вся фигня на моих коктейли собица. И вот к тому времени я уже вел тренинги, наверное, года 4, да, эмоциональная свобода, там азон, что-то там. Говна поднимось вот так, ты, сука, нищеброд, вот в голове, вот, знаете, приехал из-за ула, сука, тут ты мне передел, я тут иду, а ты тут передо мной, я тут коля. Короче, это все высказалось не вслух, это все вот внутри, оно вот как-то клокотало-клокотало, поднялось. Потом я вспоминаю вот этот хопонакона, я начинаю, я благодарен тебе за то, что ты убираешь планету. Я благодарен тебе, что ты приехал из-за ула и за такую низкую зарплату убираешь тут за мной. Я благодарю тебя за то, что ты работаешь на этой работе и не грабишь никого. Я благодарен тебе за то, что ты там отличаешь свою семью. Это чтобы урок не повторялся, да? Ты должен принять этого человека и найти в нем несколько позитивных качеств, которые ты можешь его благодарить и полюбить. Тебя и ситуация, твое говно осядет просто. Ты же, вот когда, смотрите, нищеброд, какого хера ты тут, посыл совершенно другой. Я благодарен тебе за то, что ты из-за ула приехал, без образования, работаешь здесь, за мной убираешь. Я благодарю тебя за то, что ты там не воруешь. Я благодарю тебя за то, что ты задержишь своих родителей. Это же совершенно другой подход. И вот это говно, оно просто оседает. Но это самая высшая степень осознанности, которая, мне кажется, может быть. Вот это вот, в случае, это самая высшая степень, во всяком случае, до чего я сам дошел. Потому что поймать себя на эмоциях, это, ну, задача, это очень такая... Чтобы ты их не контролировался. Это взрываешься и начинаешь... Чтобы вы понимали, я же из Талдыкургана сам, и в 90-е я прожил все в Талдыкургане, да? И я чуть-чуть дрался всегда. Я не знаю, это вообще скверный характер. Чуть-чуть толкнули, мы там дрались постоянно, там, по-тво-три раза в день. Случилось. А? Случилось. Это, если можно так назвать, да? И вот это получилось. Вот тот раз, это был первый раз, когда получилось. После этого потом еще несколько раз получалось, но люди вообще не понимали. То есть, это же борьба была внутренняя, и на внешне это никак не отражалось. То есть, было, ну, было все логично, да? Мы убрали, отошел, я взял коктейли, пошел попил, коляска наехали, там, извинились, пропустил. То есть, ну, никакого конфликта, в принципе, адекватный человек, да? Ничего неадекватного я, ну, как бы, не делаю. А? Осадок не остается. Ты когда прорабатываешься, оно все вот горечественно седает, и у тебя не остается никакого... Вот, вот, через благодарность и любовь не остается никакого осадка внутри. Уже? В какого-то момента оно остается? Ну, не знаю, мне сразу прям... Да, не остается. А вот, звезды, это же тоже эф? Э-ка, да. У нас нормальные цели тоже, вот, то есть, нет таких конкретных ситуаций, как вы говорите, на голову, наоборот, на тебя, как на голову смотрят, и ты... Это ненадолго. И тише. И потом у тебя стул по ногу убивают. Да. Да. Потому что ты уже земли не чувствуешь. Ты по головам ходишь и не замечаешь. А у тебя не работаешь? Работает. Второе. Работает. А кого это? А что было? Смотри, каждый раз, когда ты будешь на голову наступать и говорить человеку, то, что уничтожество через любовь подойдет, ты не замечаешь. Ты делаешь то же самое, ты не замечаешь. Так бы стучит не выбили. Я ловил людей уже, ну, вот, часто ловил, когда на взлете, знаете, вот, человек начинает получаться, да, и на взлете ты говоришь, аккуратней, аккуратней, работай с гордыней, не нужно, осторожней. Потому что, я, как-то были запросы там по поведению у человека, чтобы он, ну, в рост доходов. И человек начинает зарабатывать очень быстро. Но есть готовность к деньгам, есть неготовность. И ты говоришь, там, вот это делай, за гордыней следи. Но включается у человека какая-то там, вот, я не знаю, дроссель там западает какой-то там. И все. Я самый умный, что ты мне тут говоришь, я тут миллионы зарабатываю, плохо, и, короче, иди. И потом у него выбивают стульчики из-под ног. Мы уже, да, карабул, пас, турогари, турогари, это то же самое. Это у всех так. Вот деньги идут, вроде как, зарабатываешь хорошо, и вот эта звездность у меня есть в виду. Ты же не злой человек, ты можешь сын по деньгам, да, помол, помол, к этому, помол, ты такой хороший, тебе о всем говорят. Могут вот этот вот, именно, денежный поток. Он сокращается, потому что ты раздаешь, это раз. Во-вторых, когда ты помогаешь мне, ты стоишь выше, чем я. Ты стоишь на доме, а я стою здесь. И ты сверху вниз кидаешь просто деньги. То есть это уже вызывает у человека... Это не у человека, это у тебя вызывает. У тебя звездность, возвышенность вызывает. И потом у тебя начинает выгибать почву из-под ног. Третий способ, это он средний по осознанности, это когда ты понял и решил, что ты самый крутой. Ты поднимаешь всех до своего уровня, ты говоришь, что все крутые. Когда ты понял, что ты самый умный, ты поднимаешь всех до своего уровня, ты говоришь, что все умные. Когда ты понимаешь, что ты безумно талантливый, ты поднимаешь всех до своего уровня, ты говоришь, что все безумно талантливые. И тогда мозг твой будет всегда наравне с человеком, ты будешь нормально разговаривать. Человек, у кого завышенное эго, он вообще не замечает, ему кажется, что он нормально себя ведет, ему кажется, что он абсолютно адекватный. И знаете, я когда купил машину, тогда она была крутая, но не до сих пор езжу, но тогда это было прям такая, в камере тридцатка, она крутая тогда была, сороковка еще не вышла, и я ее в окно купил. И я такой, типа, крутой, у меня штрафы брали по пять, по десять тысяч, я думаю, что это из-за машины то, что она такая, а я выходил, знаете, что тебе надо, ты что меня остановил, я вот так выходил, и он говорит, давай, возьми там, давай я тебя заплачу, они боялись меня взятки брать, потому что я это слишком наглость обвел. Сейчас, сейчас меня даже не останавливают, я надеюсь, это не из-за машины. Третий метод, это вот, ну, поднять себя до своего уровня. Не надо себя принижать, всех подними до себя и успокойся. А ну, что сработало, вот тоже, то, что вы говорите, вот раньше, у меня был руководитель, тоже, вот, едешь, оттуда говоришь, не прибежит тебя с тобой. Едешь никого не другу, уж тебя подрежут. Это твое, это твое... Потом, нет, ну, имеется в виду, я еду, нормально, мама, садитесь, разговариваю рядом, обязательно какая-нибудь проблема случается. Потом я маме говорю, мама, я где-то что-то прочитал, я говорю, мама, слушай, ты утром, не кажется, ты за меня боишься, что я плохо режу свою руку? А если ты меня беспокоится? И я, вот когда мы поговорили, вот это перестало, что сработало? Сейчас чуть-чуть потерпите, но запишите материнская любовь к книжке Некрасова. Некрасова. Да, да, да. Ладно? Потому что что-то у меня такое подозрение, что вам надо в ту сторону, вам надо с мамой разобраться в отношениях. Мы сейчас до этого дойдем, чуть-чуть этот, но что-то, мне кажется, туда надо говорить. Некрасов, материнская любовь. Материнская любовь к книжке. Я вам потом, напомните, ладно, я вам дам определенный список книг, которые на меня повлияли. Я не знаю, может они бестселлеры в основном. Я вам прямо напишу, но... По времени полчаса. Полчаса для чего? Потом у нас этот и что? Да, тайник. Там больше не идет? Можно. Ага. Чуть-чуть есть время? Да, да, да. Есть. Чуть-чуть. Сейчас мы уже подходим к...